Посольство Беларуси в Украине сообщило, что передало ноту протеста украинским дипломатам. Все началось с того, что в Днепре возле мэрии флаг Беларуси сменили на бело-красно-белый. Его использовала оппозиция в массовых акциях против режима Лукашенко. Отметим, что в Минске ждут официальных извинений и настаивают на проведении расследования по факту оскорбления государственного символа. Обращаясь к мэрии, посол Беларуси в Киеве Игорь Сокол заявил, что замена флага задевает чувство большинства беларусов. Он подметил, что такие инциденты возмущают беларускую сторону и расцениваются как недружественные. Мэр Днепра Борис Филатов заявил на своей странице в фейсбук, что Украина – свободная страна. По его словам, флаги были установлены за счет местной молодежи, поэтому только им решать, какие флаги размещать. БЧБ-флаг в Украине не запрещен, в отличие от нацистской и коммунистической символики. Поэтому ничего противозаконного не случилось. Кстати, Беларусь начала совместное учение с Россией. Эти учения напрямую угрожают безопасности Украины. Военные учения продлятся до 20 февраля и имеют конкретную цель – проверить готовность Беларуси и России, подавлять и отражать внешнюю агрессию в ходе оборонительной операции, а также бороться с терроризмом и защищать интересы союзного государства. Об этом говорится в сообщении Минобороны России. Союзное государство относится к наднациональной организации, состоящей из России и Беларуси, целью которой является углубление связи и интеграции двух стран различными способами. Неизвестно, сколько военнослужащих принимают участие в учениях. Первая фаза, которая началась в начале января, а активная фаза началась 10 февраля. Учения проходят на западной и южной границах Беларуси, которые она делит с Польшей и прибалтийскими государствами Литвы и Латвии на западе и севере соответственно, а также с Украиной на юге. Александр Лукашенко открыто заявил, что учения направлены на подготовку российских и белорусских войск к возможному военному противостоянию, надвигающемуся в Европе, с учетом размещения войск НАТО в странах Балтии и Польши. Западные дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса продолжаются в Москве с туманными перспективами на успех, поскольку министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил срочную двухчасовую встречу со своим британским коллегой со встречей немого человека с глухим человеком и отклонил предупреждение о надвигающемся российском вторжении в Украину. «Сначала вы должны доказать мне, что именно мы создали эту напряженную ситуацию», сказал Лавров, отвергая идею российского вторжения как граничащую с фарсом. «Запад пытается сделать из этого трагедию, а это все больше похоже на комедию», заключил он.